Ребятки, всем привет! Добро пожаловать на канал Just Use, меня зовут Арут, и это мега насыщенный ролик, потому что прям сборная солянка. Здесь будет много информации, но полезной информации. Сегодня речь пойдет об золотой середине компании Apple по нашему определению и по тем цифрам, которые показывают продажи за последний год-полтора. На моем столе самые популярные, самые народные устройства, которые сейчас покупаются больше всего, и то, что мы считаем входным билетом на средний ряд театра Apple, скажем так. Чтобы этот ролик был чуть интереснее, мы для эксперимента снимем второй кадр на iPhone 13 Pro Max. Это у нас основной модуль, который снимает в 4К 30 фпс, ровно так же, как и наша основная камера. Поэтому вы можете заодно заценить, как снимает iPhone 13 Pro Max в условии студии, искусственное освещение, как он себя ведет. Вот такой вот небольшой стресс-тест, почему бы и нет. Мало ли, вы планировали купить себе 13 Pro Max, чтобы заменить свою основную камеру и начать снимать свои блоги. Окей, давайте по порядку. Начнем мы с iPhone 11, смартфон, потому что это первое, что люди себе ищут, как правило, нежели носимые устройства или же компьютеры. Начнем мы именно с iPhone 11. Я его распаковывать не буду, потому что это мой основной смартфон, которым я пользуюсь уже на протяжении, наверное, полугода. Очень доволен им. Снято практически 5 роликов, в которых мы сравниваем его с iPhone XR, iPhone 12, iPhone 13. Стоит ли его покупать в 2021-2022 году? В скором времени появится ролик спустя 6 месяцев использования. Актуален ли он сейчас? Естественно, да. Небольшой спойлер. И это смартфон, который сочетает в себе все те характеристики, которые помогут вам выполнять все ежедневные задачи без необходимости копить на флагманы, покупать себе что-то дороже. И это телефон, в котором есть практически все. iPhone это следующее устройство после SE 2020 и XR, которое сейчас можно купить официально, достать его на гарантии. Про цены я ничего говорить не буду, потому что они постоянно меняются, лучше все это дело мониторить, но в какое бы время вы не посмотрели цены на iPhone 11, на базовую версию на 64 гигабайта, стоить он будет недорого. Это прям очень классная цена, заплатив которую этот смартфон оправдает каждый вложенный в него рубль. Здесь стоит процессор Apple A13, который до сих пор просто рвет и мечет, который способен запустить любое приложение из App Store, который способен позволить вам смонтировать ролик, например, в приложении VN, скачать, что-то смонтировать, выложить в RILS 4K вообще без проблем. Это процессор, который дает быстродействие системе и устройство до сих пор работает как из коробки, это какая-то магия. И именно все это в совокупности заставляет вас пользоваться этим смартфоном и быть уверенным, что в ближайшие 2, то и 3 года он будет актуальным. Если постараться подытожить вкратце, то можно сказать, что в этом смартфоне сейчас есть абсолютно все. Крутая автономность, Face ID челка, которая позволит вам разблокировать устройство без использования ваших пальцев. Офигенный ночной режим, который позволит вам фотографировать при недостаточном освещении, очень круто справляется со своей задачей. Также возможность снимать видео до 4K 60 FPS и замедленные ролики до 240 FPS, это очень круто. Если вы решили завести свой блог в Инстаграме, в ТикТоке, то эта камера позволит вам создавать контент, редактировать на самом смартфоне. И вообще я прям, блин, я обожаю этот телефон. iPhone 11, он просто best of the best. iPhone 11, золотой середнячок, то, что нужно сейчас за офигенную стоимость. Берем и не паримся, этот смартфон прослужит вам очень долго. Любовь. После того, как вы выбрали себе смартфон, я надеюсь, что вы возьмете себе iPhone 11. Естественно, первое, что вы будете себе искать, это наушники. Вы задумаетесь рано или поздно о приобретении AirPods. Имеется несколько вариантов. Это AirPods 1 поколения, 2, AirPods 3 и AirPods Pro. Собственно, те самые наушники, которые сейчас, как ни странно, самые популярные, самые продаваемые. Почему я добавил это в список золотых середнячков, если это AirPods Pro, которые стоят дороже всех? Почему? Дело в том, что после анонса Apple AirPods 3 компания Apple решила обновить свои прошки, добавив в кейс возможность заряжать с помощью зарядок MagSafe. То есть просто магниты, которые позволяют прикладывать кейсы и заряжать наушники. Соответственно, после этого наушники Apple AirPods Pro резко стали стоить около 26-27 тысяч рублей. Где-то чуть подешевле, но тем не менее. Новое поколение, которое получило не особо большое изменение, получило высокий ценник. Но при этом AirPods Pro, которые старой ревизии, скажем так, у которого нету возможности заряжать кейс с помощью магнитов MagSafe, стоит сейчас от 15-16 тысяч рублей. Давайте их распакуем. Почему бы и нет? Посмотрим на них. Давненько не смотрели. На нашем канале, естественно, есть обзор AirPods 3-го поколения, в котором мы, кстати, разыгрывали эти наушники. Поэтому подпишитесь на наш канал. Розыгрыши у нас проходят часто. И вы можете поучаствовать в них, тем самым получив шанс выиграть себе одни из этих наушников. Трешки мы сравнивали с AirPods Pro. Был отдельный обзор на AirPods Pro. И, в принципе, это единственные наушники от компании Apple. Именно портативные маленькие затычки, вкладыши. Которые обладают невероятной функцией под названием активное шумоподавление. Компактный корпус, это все понятно. Про это долго говорить не придется. Это мы все знаем. Удобство подключения к смартфону тоже известный факт. И, в принципе, это самые популярные и самые продаваемые наушники на сегодняшний день. Смотрите, какой классный компактный кейс. Я просто обожаю AirPods. Пользуюсь каждый день. Невероятно выручают. Вообще. Если кто из вас, друг, не знал или забыл, это затычки, которые имеют силиконовые амбушюры. Которые со временем загрязняются, теряются. Их приходится докупать, менять. Потому что здесь какие-то особенные амбушюры с пластиковыми корпусами. Естественно, можно заказать где-то за бугром. Где-нибудь в стране восходящего солнца. Но при этом нужно понимать, что, скорее всего, вам придется докупать оригинальные амбушюры. И не стоит забывать, что затычки нравятся не всем. Ну, не каждому приятно иметь у себя в ушах такие наушники, которые вот прям очень глубоко нужно вставлять. Для того, чтобы получить максимальный эффект и высокое качество звучания. Тем не менее, среднячок за 15, 16, 17 тысяч рублей AirPods Pro наушники. Выбирайте, не паритесь, вам точно понравится. Я уверен, что эти наушники прослужат вам очень и очень долго. Что следующее? Хочется, конечно же, взять себе основной рабочий ноутбук. Потому что сейчас время фриланса. Сейчас мы все пытаемся работать на удаленке. И, естественно, выбираем себе ноутбук, который является портативным, легким, офигенным и при этом производительным. Естественно, Apple должны были выпустить самый популярный ноутбук. Какой-то из них должен был им стать. И это, конечно же, MacBook Air на M1. Причем, это самый дешевый ноутбук на сегодняшний день, но при этом это золотая середина. Та рабочая машинка, которая имеет безумную автономность, которая весит где-то килограмм, не больше. Которая идеально подойдет практически всем. И этот ноутбук является некой работой над ошибками. Потому что в предыдущих поколениях были клавиатуры старого типа. Был не очень хороший экран, если мы говорим про старые эры. Здесь уже хороший экран, ретиноматрица. Здесь у нас клавиатура старого типа, которая ножницы, да, которые щелкают офигенно, работают. Сканер отпечатков пальцев, кнопки питания. Тоненький, легкий, мощный. Имеет офигенную фронтальную камеру. Имеет встроенные классные микрофоны, которые вам позволяют взаимодействовать с этим ноутбуком просто на максимальном уровне. По минусам они, естественно, имеются. Это всего лишь два разъема Type-C, которые находятся слева. Почему меня это бесит, я рассказывал в полноценном обзоре. Как правило, все розетки у нас находятся справа. И два разъема это очень мало. Подключить сюда USB-хаб, подключить внешний SSD. Все, нету свободного пространства для того, чтобы использовать остальную периферию. Хорошо, телефон у нас уже есть, ноутбук у нас есть, наушники есть. Все это дело надели, надели, сели, работаем, создаем контент, смотрим фильмы, наслаждаемся нашими гаджетами. И чего-то вроде как не хватает. Пошел ты на кухню, хочется вот планшет. Вот, не знаю, рисованием решил заняться и так далее. Конечно же, повод приобрести себе планшет вы найдете сами. Но, какой же взять? Вкратце, это самый популярный маленький планшет, у которого сейчас нет конкурентов. Их попросту не существует. Это планшет, в котором уже нет Lightning разъема. У вас будет USB Type-C, который позволит вам подключить невероятное количество периферии. Ровно все то же самое, что и можно подключить к MacBook Air на M1. Это внешние SSD накопители, это клавиатуры, это какие-то музыкальные инструменты. И пользоваться полноценно, как профессиональным устройством. Естественно, всем этим делом заниматься, скорее всего, будет не каждый. Потому что здесь основной приоритет это компактность. Убрали в карман, достали в поезде. У вас есть всегда доступные игрушки. У вас есть возможность рисовать и смотреть фильмы. Очень классное устройство со стереодинамиками. Со сканером отпечатков пальцев кнопки питания. С неплохой камерой. В общем, блин, топ за свои деньги. Реально. Чуть-чуть подождать, он подешевеет. Будет по стоимости равняться iPad Air 4. Сейчас он чуть дороже, и это будет просто вот, ну, сок. И, конечно же, best of the best. iPad Air 4. Устройство, которое когда вышло, я не знаю, я действительно вот хотел заплакать. Я был безумно счастлив. Тем не менее, я его себе не взял на постоянной основе. Потому что сейчас не особо есть время пользоваться планшетами. Мне вполне хватает смартфона и ноутбука. Но, тем не менее, кто-то из вас ищет планшет. Поэтому я вам рекомендую присмотреться к iPad Air 4-го поколения. Тоже золотая середина. Это устройство, которое включает в себя все характеристики флагманов. Практически все. При этом стоит не самых больших денег. Имеет большущий экран на целых 10 дюймов. Офигенные варианты расцветок корпуса. На этот раз я решил взять зелененький. Вы только посмотрите. Боже мой, какой же он красивый. Та-дам! Тонкий, яркий, удобный. С тонкими рамками по бокам. Не хватает Face ID. Здесь разблокировка с помощью сканера отпечатков пальцев, встроенного в кнопку питания. Но это не менее удобно. На самом деле, на деле привыкаешь очень быстро к этому. И, как правило, на iPad хранятся не самые полезные, вернее, не самые важные данные. Поэтому можно даже не устанавливать сюда разблокировку и пользоваться планшетом без блокировки. Офигенный основной модуль камеры. Офигенная фронталка, которая позволит вам фотографировать, снимать ролики на достаточно высоком уровне. Стереодинамики, которые позволят вам смотреть фильмы просто вот в кайф. Установили на кухне, включили сериальчик, смотрите и действительно получаете удовольствие. И плюс вес. Планшет действительно легкий, несмотря на то, что это не самое компактное решение. И этим устройством можно пользоваться на постоянной основе. И его, как прошку, про которую я также рассказывал на нашем канале, не хочется постоянно установить на стол или положить на диван, потому что он безумно тяжелый. С iPad Air таких проблем нету. На то он и Air. Вот. И, конечно же, они очень похожи с Minic. Это именно два варианта, которые безумно похожи друг на друга и которые являются золотой серединой в сегменте планшеты Apple на сегодняшний день. Ну и, конечно, напоследок носимое устройство. Именно то, про что я ни разу не снимал ролики. Если честно, это тот продукт от Apple, с которым я не особо дружу и который мне почему-то не интересен, потому что как-то я захотел купить себе Apple Watch третьего поколения, но когда в этот же день разбил очередные свои часы, я понял, что, блин, понаслаждаться ими в полной мере не получится долго. И придется либо докупать какие-то невероятно надежные защитные кейсы, благо такие продаются, либо же забить и пользоваться классическими часами, про которые вы очень часто пишите в комментариях, что это за часы. Давайте я раз и навсегда отвечу, что это за часы. Давайте. Это Casio AI 1200WH. Stainless, steel, black, water, resistor, 10 бар, Casio, иллюминатор и все такое. Да. Собственно говоря, SE-шки это золотая середина. Вы можете купить что-то подешевле вроде Apple Watch третьего поколения, но там будут толще рамки. Он устаревший, он действительно уже чуть-чуть повидавший виды, грубо говоря, там процессор, который не особо быстро справляется с задачами. А SE-шка это что-то среднее между седьмым поколением, шестым поколением, что-то вроде пятерки. Вот. Популярные часы на сегодняшний день безумно популярны, особенно вариант на 44 миллиметра. У нас на канале был обзор на Apple Watch седьмого поколения, самые последние, самые навороченные часы, про которые рассказывал Александр. К слову, этими часами он пользуется до сих пор на постоянной основе. Рекомендую посмотреть этот ролик, действительно интересный получился, там есть вся необходимая информация. Блин, ну Apple Watch это, пожалуй, тот продукт, который позволяет подарить именно в родной упаковке и особо не париться насчет дополнительной упаковки сверху. Здесь у нас, естественно, коробочка с часами и коробочка с ремешками. Блин, конечно, распаковывать эти устройства так приятно. Здесь у нас макулатура, переворачиваем. Apple Watch. Конечно же, инструкция о том, как эти ремешки подключить к корпусу. Два размера у нас, SM и ML. Конечно же, мы будем использовать максимальный размер. Вау, ну этот цвет, ребятки, мое почтение. Особенно сочетается с моим браслетом, который, как правило, его будет царапать все время. Но, блин, 44 миллиметра на мужской руке смотрится шикарно. И это прям офигенное устройство, как подарок, вообще прям кайф. Классика или Apple Watch? Напишите в комментариях, что вы думаете, какие бы часы вы выбрали себе. Интересно будет почитать ваше мнение. Опять же, друзья, напоминаю, что в самом начале я вам говорил о том, что если вам понравился этот ролик, то напишите в комментариях, и я обязательно распакую и расскажу вам про базовые модели всех сегментов. Планшеты, наушники, часы, компьютер и смартфон, iPhone. В общем, будет безумно интересно, поэтому подпишитесь на канал с колоколом. Напишите в комментариях любые возникшие ваши вопросы и подпишитесь на наши соцсети, ссылки на которые найдете в описании к этому ролику. Я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем ролике. До новых встреч. Пока-пока.